Атмосфера, оружие и прохождение миссии в новом ролике о разработке Stalker 2. The Farm 51 анонсировала Чернобыль Light 2 Exclusion Zone. Выход на ПК в 25-м году. Мод для Cyberpunk 2077 с трассировкой пути версии 5.0 улучшает производительность до 40%. Официальные системные требования Inzoy, корейского конкурента The Sims. И наша мощная модель игрового ноутбука из линейки Strix 24-го года. RLG Strix Car 18. Все это сегодня в выпуске. Всем привет, с вами Никита, это RLG Pulse, новости Republic of Gamers. Инновации, технологии и крутые новинки по продуктам. Это все про нас сегодня пятница, а значит новый очередной выпуск «Свежая порция». Актуальных новостей, много интересной и полезной информации. Всем приятного просмотра. Погнали! Атмосфера оружия и прохождение миссии в новом ролике о разработке Stalker 2. Студия GSC Game World представила новый видеоролик, посвященный Stalker 2, сердце Чернобыль. В нем разработчики уделили внимание атмосфере будущей игры, знакомым локациям и оружию. Также показали прохождение одной из миссий и рассказали, что в игре будет 35 видов оружия, каждый из которых можно будет модифицировать. Во время презентации разработчики показали, как игроки будут следить за стоянием главного героя, сражаться с разными типами врагов и возвращаться в знакомые по прошлым играм серии локации. Для полного прохождения всех локаций, сбора всех предметов и открытия всех концовок потребуется несколько прохождений. А большинство оружия игроки будут находить вне сюжетных миссий. Кроме того, видео сопровождалось комментариями разработчиков. И вот небольшая выжимка основных моментов, о которых рассказала команда. Огромный бесшовный открытый мир. Игра представляет собой масштабный открытый мир, состоящий из 20 регионов, каждый из которых обладает уникальной атмосферой, архитектурой, аномалиями и природой. Чувство свободы и одиночества. В игре практически отсутствуют барьеры, ограничивающие передвижение игрока, что позволяет свободно исследовать любую локацию и создавать собственные истории. Аутентичность окружения. Многие локации основаны на реальных местах Чернобыльской зоны отчуждения. Некоторые из них воссознаны с высокой точностью, другие были улучшены и переработаны. Переработка деталей персонажей. Персонажи обладают сложной судьбой и не выставлены супергероями, что делает их более реалистичными и близкими игроку. Продвинутая система AI. Искусственный интеллект делится на две категории. Мирное поведение и поведение в условиях угрозы. ИИ не знает точно, где находится игрок, но может делать предположения и активно искать его. Также будет влияние выборов на сюжет, множество оружия и модификаций, взаимодействие с фракциями, развитие базы и экипировки. И проработка кат-сцен. S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября 2024 года на ПК и Xbox Series. Однако, учитывая регулярные переносы, и эта дата может сползти на 2025 год. Но, надеюсь, этого уже, конечно, не будет. Версия для PlayStation 5 пока не анонсирована, но должна выйти через какое-то время. На этом новости о Чернобыле не закончены. The Farm 51 анонсировала Чернобыль Light 2 Exclusion Zone. Выход на ПК в 2025 году. The Farm 51 официально анонсировала сиквел Чернобыль Light. Игры Чернобыль Light 2 Exclusion Zone. Игра будет сочетать в себе открытый мир с элементами боев, крафта, управления командой и базой, а также нелинейное повествование, создавая захватывающий и реалистичный постапокалиптический экшен-рпдж. Вот ключевые особенности. Исследование открытого мира. Исследуйте большой реалистичный открытый мир, основанный на реальной Чернобыльской зоне отчуждения. Среда изменена Чернобыль Литом, и люди используют прототипы и технологии для защиты от него. Развитие персонажа. Создавайте и развивайте своего героя с настраиваемыми атрибутами и навыками. Эффективность в бою и стиле общения зависит от развития вашего персонажа. Разнообразный бой. Участвуйте в продвинутом ближнем бою или используйте разнообразный арсенал огнестрельного оружия. Возможны тактики скрытности или призыв на помощь других персонажей. Формирование команды. Также меняйте билды и снаряжение на лету с помощью функции путешествий между измерениями. Переключайтесь между различными наборами навыков персонажа в зависимости от ситуации. Также развитие базы, фракций и кооперативных миссий. Релиз игры запланирован на ПК и консолях в 2025 году. Сегодня, ребята, я вам немного расскажу про обновленную модель игрового ноутбука из линейки Strix 24 года. И это мощнейший ROG Strix Car 18. Ноутбук ROG получил 18-дюймовый дисплей с мини-светодиодной подсветкой. Модель Strix Car 18 24 года превосходно подходит для просмотра HDR-контента и игр благодаря большому дисплею Nebula HDR с мини-светодиодной подсветкой с разделением на 2000 зон локального затемнения и пиковой яркостью 1100 км2. Высокая плотность зон локального затемнения в совокупности с технологией ROG Nebula HDR минимизирует засвечивание и ореолы даже в самых непростых для отображения сцены. Благодаря чему изображения на 18-дюймовом экране выглядят просто превосходно. Дисплей ROG Nebula HDR может похвастаться великолепным экраном с разрешением 2,5К, частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс, что гарантирует превосходное изображение в играх. Увеличенное по высоте соотношение сторон 16 на 10 способствует максимальному погружению в происходящее на экране, а 100% охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует реалистичность оттенков. Высокопроизводительные геймерские ноутбуки семейства ROG Strix оснащаются самыми мощными компонентами, включая флагманский процессор Intel Core i9-14900HX, 24 ядра и 32 потока, которые без проблем справятся даже со сложным рендерингом и самыми требовательными играми категории AAA. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ в модулях DDR5, а пользовательской до 4 ТБ в твердотельных накопителях с интерфейсом PCI-Express Gen 4X4. Потоковые трансляции, многозадачная работа, редактирование видео. Ноутбуки семейства Strix обладают более чем достаточной производительностью для выполнения всех этих задач. А благодаря мощной видеокарте для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090 с термопакетом 175 Вт и поддержкой технологии Dynamic Boost, Strix Car 18 отлично подходит для самых требовательных современных игр. Ноутбук ROG Strix Car 18 оснащен инновационной системой охлаждения, позволяющей поддерживать максимальную производительность мощных компонентов. В ноутбуках Strix Car и Strix G24 модельного года применяется дополнительный третий вентилятор, который усиливает приток охлаждающего воздуха компонентов, а также помогает отводить горячий воздух от графического процессора к радиаторам. Ну и, конечно же, жидкометаллический термоинтерфейс используется во всех ноутбуках ROG под названием Conductant Extreme премиального уровня. Мод для Cyberpunk 2077 с трассировкой пути версии 5.0 улучшает производительность до 40%. Новая версия популярного мода для Cyberpunk 2077 принесла значительные улучшения в производительности при использовании трассировки пути на всех разрешениях, как показано в свежем видео. Ролик от MX Benchmark PC демонстрирует, как версия 5.0, мода Ultra Plus Engine Control Panel оптимизирует трассировку пути, позволяя игре работать более плавно с минимальным воздействием на визуальное качество. Улучшение производительности достигает до 40%, что позволяет достигать частоты кадров близкой к 60 FPS при разрешении 4K и ультра настройках с использованием NVIDIA DLSS 3.7 в сбалансированном режиме. Дополнительное улучшение плавности обеспечивается благодаря технологии генерации кадров NVIDIA DLSS 3, что делает геймплей еще более комфортным. Мод можно скачать с nexusmods.com Официальные системные требования InZoE, корейского конкурента The Sims Издатель Крафтон запустил страницу InZoE в Steam, где были раскрыты официальные системные требования для игры на ПК. InZoE это симулятор жизни на движке Unreal Engine 5, который станет конкурентом The Sims от Electronic Arts. Согласно опубликованным характеристикам, минимальные требования для InZoE включает процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 3600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Для установки игры потребуется 60 ГБ свободного места на диске. Стоит отметить, что пока нет точной даты выхода игры. Однако эти требования основаны на различных бета-тестах, которые проводились в последний месяц. Интересно будет увидеть, сможет ли InZoE переманить фанатов The Sims от Electronic Arts. Ходят слухи, что разработка The Sims 5 могла столкнуться с трудностями. За последний год не было никаких официальных новостей. Не показывало никаких геймплейных кадров с 2022 года. InZoE это реалистичный симулятор жизни в духе серии The Sims. Пользователь может там создавать собственных персонажей с помощью встроенного редактора. Обустроить свое жилье и быт, заниматься работой, творчеством, общаться с людьми, гулять по городу и делать очень много. В игре нет основного сценария. Сюжеты игроки придумывают сами и проживают их. В общем, это тотальный симулятор жизни. Итог, уже сейчас InZoE обещает обойти 99% клонов Sims, как минимум по графике и внутриигровым возможностям. Удастся ли это сделать? Узнаем после релиза. Кстати, о русскоязычной версии игры пока не слышно совершенно ничего. Но она точно будет доступна на английском и корейском. Ну а на сегодня это все, ребята. Я по традиции с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это RPG Pulse. Следите за новостями Republic of Gamers. Будьте с нами, держите руку на пульсе. Будьте в тренде самых свежих и последних событий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok